Итак, самое доброе утро сегодня. Такое красивое, такое приятное, такое обалденное, обалденное просто утро. 11 ноября 2012 год. Ура! Итак, моему любимому, единственному пока внуку сегодня 16 лет, а бабушке 21! Я, сейчас, сейчас, минуточку, сейчас я вот выйду с этой дорожки, потому что тут немножко надо внимания. Я, конечно, умею и рулить, и говорить, но иногда, иногда мне надо быть чуть-чуть более внимательной, когда вот какие-то там своротики-поворотики. Итак, я там сделала видео 2 дня назад о разводе. Столько комментариев получила. И комментарии, так, 50 на 50, 50 разделились. Да, всё правильно, жизнь, жизнь это есть жизнь, и надо жить свою жизнь, и не проживать чужую, не надо быть... Многие, особенно девчонки, подписались, что, да, действительно, если муж бросил, надо использовать это как старт для новой жизни. Но есть такие, которые скулят, 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 а, я прожила с мужем. Я сказала, что если бы, ну, допустим, вот к вам придёт ваш сын, когда ты скажешь, мам, я полюбил другую, вот люблю, не могу, вот всё, либо с ней, либо я, это, меня уже не будет. Конечно, любая мать скажет, сынок, живи свою жизнь, иди за любовью. И женщина какая-то пишет, нет, это неправильно, я бы своему сыну так не посоветовала. Вот я сама прожила там с мужем, и боялась его родственников, и всякое разное, там меня, он меня там и унижал, и всякое разное. Но я всё равно с ним жила, и хотя там, как бы, полюбила другого, ну, что-то, что-то, какой-то бред, бред сумасшедшего. Я ей говорю, так ты желаешь своему сыну, чтобы он тоже был таким же, таким же несчастным, как, прожил такую же несчастную жизнь, как ты прожила сама? Вообще удивительно. Женщины, если вы сами такие вот немощные, вот такие немощные, скулящие, такие вот, не надо, не надо проектировать свою жизнь на ваших детей, оставьте их в покое, не учите детей дурости своей. По-другому сказать не могу. Так, тут тоже надо быть осторожным, потому что сужается дорога. Тихо, 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 тихо. Так, сужается дорога, всё, я пришла на дорогную дорогу. Я с чего всё это начала? А, и, кстати, и многие, и многие пишут, а, у него там, ему захотелось молодого тела. Мужу, который оставил жену, ну, уже ей было чуть-чуть за 50, муж, который оставил свою жену, я так поняла, что там случилась любовь. Потому что, если бы не было любви, он просто, ну, он просто не ушёл бы от своей жены. Естественно, естественно, муж с женой, когда живут много лет, естественно, они прорастают корнями, становятся, ну, просто, ну, просто единым целым. Понятное дело, что разорвать эту связь очень сложно. Если человек ушёл к другой женщине, значит, он нашёл в себе силы оставить любимую им женщину. Любимую, в смысле, сестру родную. Но у него появилась другая любовь. Любовь в буквальном понимании этого слова. Что хотела сказать? Меня заносят в разные стороны, потому что хочется сразу всё охватить, но нельзя объять необъятное, и тем более так быстро. Сейчас автобус, когда автобус, я всегда еду тихонечко. Вдруг кто-то вперёд, впереди будет проходить дорогу. Так вот, кто-то написал, ему просто захотелось молодого тела. Зачем вы, ребята, путаете понятия, как сказать, чтобы грубо не сказать, понятия похоти с любовью? Это две абсолютно разные вещи. И поэтому, когда пишут, вот, ему захотелось молодого тела, да он просто там такой сикой. Вы когда-то пробовали оставить любимого человека? Ну, я имею в виду мужа, после многих лет жизни. Это бесконечно больно, это ужасно больно, и не каждый сможет это сделать. Многие так и живут со своими жёнами, либо с мужьями, попирая вот эти возникшие чувства, вот этот Божий подарок. Потому что влюбиться по-настоящему — это действительно подарок от Бога. Тысячу людей нас окружают, но в кого мы влюбляемся? А влюбиться-то не в кого, потому что всё не то. И вдруг случается момент, ты влюбилась или ты влюбился в кого-то безумно, просто до умопомрачения. И зачем же загонять себя в какие-то рамки и продолжать жить с женой, которую ты тоже любишь, но ты любишь её уже другой любовью. Любовь к жене трансформировалась в любовь сестринскую, там ещё в какую-то, ещё в какую-то. Но это не та любовь, это просто не та любовь. Опять же, я там в одном из видео, вернее, на один из комментариев я ответила. Прочтите Джека Лондона, у него есть замечательная книга «Маленькая хозяйка большого дома». Это действительно книга, повествование идёт о какой-то просто фантастической любви. Муж с женой, прекрасные, всё великолепно, всё замечательно, любовь и всё это прочее появляется. И вдруг у жены возникают какие-то чувства безумные к другу. И она не может выбрать, и она действительно любит безумно этого друга, и при всём при этом она любит своего мужа, но уже не как мужчину, а как брата. И вот этот треугольник любовный, как его разрубить? И что она сделала? Она покончила с собой. И я сказала, прочтите эту книгу и перепишите конец. Вот как бы вы поступили в этом случае? Зачем убивать себя, если пришли такие замечательные чувства? Надо всё просто объяснить мужу и уйти к любимому. И всё. И продолжать жить свою жизнь замечательную. Самое главное, что надо запомнить, что замужество или женитьба для мужчин, это не вечная ссылка. Это не пожизненное тюремное заключение. Вот вам сегодня хорошо в вашей семье с вашей женой, с вашим мужем, ради бога, на здоровье живите. Я приветствую это. Живите. Это хорошо, когда люди живут вместе 20, 30, 40 лет и вместе даже, может быть, умирают в один день. Это да, это где-то хорошо. Но если вдруг каким-то образом в вашу душу закралась любовь, ну не закралась, она не закрадывается, любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. Хорошая песня. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поёшь. Это действительно, когда возникает любовь, когда приходит любовь, хочется петь, кричать, радоваться и жить. И вот, если, допустим, вы живёте со своей женой или с мужем, и пришла любовь, и вы выбираете тюрьму, дело ваше. Дело ваше. Живите. Жизнь ваша. Но это неправильно.